Привет, друзья! С вами Коно Дэн и этот ролик будет полезен тем, у кого более чем один канал, либо у кого есть какие-то знакомые друзья, с которыми вы хотите обменяться трафиком, сделав максимально эффективную перелинковку ваших видео. Как при помощи YouTube Analytics оценить эффективность перелинковки, эффективность перераспределения трафика и понять, какие варианты перелинковки работают лучше, какие работают хуже? Мы посмотрим на те отчеты, которые касаются взаимодействия зрителей с видеороликами, которые касаются подсказок, конечных заставок, посмотрим, где как работают призывы к действию и где без призывов к действию работает хорошо перелинковка. Мы оценим перелинковку для разных видеороликов, что может послужить для вас хорошей почвой для проведения экспериментов с разными вариантами призывов к действию, расположения элементов перелинковки, их форматов. Ну и, конечно, упомянем об аннотациях, но помните, что аннотации уходят в прошлое и со 2 мая они будут более недоступны на YouTube. Итак, давайте переходить к практике, посмотрим, как осуществляется перелинковка ваших YouTube каналов при помощи добавления в рекомендованные каналы, при помощи обмена трафиком за счет подсказок конечных заставок, при помощи обмена плейлистами, добавления на главную страницу вашего канала и ссылок в описании и каких-то других более редких вариантов перелинковки или обмена трафиком. Приступим! Кстати, перелинковка может быть как в рамках одного канала, так и между разными каналами. В первом случае вы просто перенаправляете трафик между своими видеороликами, во втором случае вы перенаправляете трафик между разными каналами, своими либо партнерскими. В каких элементах можно размещать какие-то партнерские видео, либо другие свои видео, либо перенаправлять трафик на другие видеоролики? Таких мест есть несколько на канале. Во-первых, в трейлер для подписчиков можно располагать ролик как со своего канала, так и с любого другого канала. Это элемент взаимных рекомендаций. Дальше, в разделы на главной странице вы можете поместить не только плейлисты со своего канала, но и плейлисты по ссылке с любого другого канала, что тоже будет рекомендацией для ваших зрителей. Вы даже можете вот таким образом поместить целый другой канал, на который вы рекомендуете подписаться. В разделе рекомендуемые каналы, которые можно, кстати, переименовать, вы размещаете те каналы, которые хотите рекомендовать своим зрителям. Далее, на главной странице, в принципе, элементы перелинковки все. Дальше мы переходим на отдельный видеоролик. Здесь можно использовать аннотации, можно использовать подсказки, можно использовать конечные заставки. Это тоже все элементы перелинковки, не только на видеоролики, но также на внешние ссылки на сайты, связанные с вашим каналом. В описании можно использовать для перелинковки, опять же, хэштеги. Можно использовать ссылки прямые, либо ссылки сокращенные. Зачем использовать сокращенные ссылки? Для того, чтобы проводить аналитику. Поскольку YouTube Analytics переходы по ссылкам в описании вам точно не посчитает, то мы используем сокращение. Сервис, например, GoGL, Google URL Shortener, он позволяет сокращать любые ссылки. Вот, например, на плейлисты показывает количество кликов и показывает статистику по этим кликам, когда вы можете посмотреть детальную информацию о динамике этих кликов и можете посмотреть, какие платформы, какие страны, какие варианты рефереров. То есть уже более детальная информация по переходам. Теперь мы переходим в YouTube Analytics и здесь поговорим о доступных к анализу, к изучению элементах перелинковки. Мы рассматриваем, в принципе, здесь как минимум три элемента перелинковки. Это подсказки, конечные заставки, но и по традиции аннотации, даже несмотря на то, что аннотации выводятся из действия и скоро они станут неактуальны. Когда вы будете смотреть этот ролик, они, может быть, уже станут неактуальны. Поэтому начнем с подсказок. Здесь у нас за последние 28 дней количество кликов по подсказкам. Мы можем смотреть в процентном соотношении количество кликов на показ тизера. Здесь же у нас есть конверсионная информация, но удобнее, наверное, в абсолютных числах. Также можно посмотреть любой другой вариант из доступных здесь. Также мы видим отдельно информацию по подсказкам на разных роликах. К примеру, вот это опрос, который проводился в ролике «YouTube трещит по швам». Здесь спрашиваем, пострадали ли каналы у разных авторов. И здесь же мы можем сразу посмотреть статистику, получить детальную информацию. Если мы откроем конкретно данную подсказку, то у нас загрузятся подробности именно по ней. Она свежая, поэтому пока только за один день есть статистика. И мы можем видеть по ней динамику. Также мы можем посмотреть на разные клики по странам. Мы можем посмотреть по дате, по статусу подписки, по типу устройства. То есть вот у нас доступна информация по подсказкам. Дальше мы вернемся обратно, отменим этот фильтр. Здесь же мы можем посмотреть, так это аннотации, вернемся к подсказкам. Здесь же мы можем посмотреть опять же с фильтром, как кликали у нас подписчики, например. И как у нас кликали зрители без подписки, как меняется эта самая динамика. Вот мы видим, что у подписчиков более резкий, более предсказуемый график. У не подписчиков он все-таки более сглаженный. Также мы анализируем все эти подсказки. Здесь же у нас без запросов подсказки, просто которые ведут на внешний сайт. По каждой подсказке мы можем получить более детальную информацию. В том числе можно изучить динамику по датам, можно посмотреть конверсию по каждой подсказке и сделать выводы. Как мы сопоставляем эту информацию? Мы можем посмотреть, какого типа подсказки у нас работают лучше всего. Какими призывами к действию сопровождаются эти подсказки. Насколько хорошо работают опросы на нашем канале. Дальше мы переходим к конечным заставкам. И здесь мы опять же смотрим общую картину, мы смотрим конверсию, мы смотрим количество кликов. И смотрим в каких роликах, как работают конечные заставки. Количество кликов на число показов элемента конечной заставки, это по сути и есть показатель конверсии. И на некоторых роликах он высокий, а на некоторых роликах он не самый высокий. Здесь же мы можем оценить эффективность разного рода роликов, которые рекомендуются. Причем можно посмотреть, насколько действительно является подходящим самый подходящий ролик, который автоматом рекомендует YouTube. И насколько хорошо срабатывает самый новый ролик. Также можно оценить эффективность переходов по каким-то ссылкам на ваши проекты, на ваши связанные с каналом сайты. Везде мы можем наблюдать конверсию. Чем больше абсолютные цифры, тем точнее получается статистика. Ведь если у вас один клик по подсказке, либо по конечной заставке, это просто не репрезентативно. Поэтому старайтесь анализировать все-таки большие цифры. Сценарий использования данных метрик таков, что мы пробуем разные призывы к действию. Запоминаем на каком видеоролике мы делали какой призыв. Дальше мы сравниваем их эффективность, их конверсию, количество кликов, отношение количества кликов к количеству показов. Мы сравниваем как работают опросы, как работают разного рода подсказки и делаем выводы. Дальше мы можем сравнить по типам подсказки. Вот например самые подходящие, показов у них больше, кликов у них достаточно много и кликов на число показов, то есть конверсия примерно 1%. Переходы на связанный сайт – низкая конверсия, переходы на подписку – еще более низкая. Переходы на плейлист дали относительно высокую конверсию, но здесь малое абсолютное число, трудно анализировать статистическую достоверность и значимость. Самое новое – мало показов, опять же, то есть конверсия может быть не слишком достоверна. Поэтому оценивайте разного рода элементы перелинковки, вы можете здесь в аналитике сразу посмотреть на аннотации и подсказки конечной заставки, URL-ссылки, особенно вот такие сокращенные, вы тоже можете оценить. Если речь идет о плейлистах, добавленных на главную, к примеру, страницу, либо о видеороликах, которые вы каким-то образом пиарите, либо о связанных каналах, здесь мы можем использовать соответствующие отчеты. Например, если речь идет о добавлении канала в рекомендуемые, то мы посмотрим на количество подписчиков. Вот рекомендованный канал. Здесь сколько прибавилось, сколько убавилось. Если речь идет о сценарии добавления видеоролика в трейлер для подписчиков, то мы открываем статистику того видеоролика на том канале, с которого мы его добавляли, и смотрим на нем источники трафика. То есть там мы просматриваем источники трафика, открываем конкретно видеоролик, представим, что вот такой ролик у нас был добавлен в трейлер. Нам нужно посмотреть по нему источники. Вот у нас будет, к примеру, канал на YouTube, например, источник. И здесь мы можем посмотреть, с каких каналов у нас шел трафик на данный видеоролик. То есть для каждого случая нам нужно найти, либо придумать способ детектирования эффективности перелинковки. Это может быть что-то в метрике, это может быть какой-то внешний сервис. И сочетая все эти возможности, мы сможем более толково оценить эффективность перелинковки, оценить конверсию переходов по ссылкам. И в целом понять, насколько правильно мы взаимодействуем с аудиторией зрителей, чтобы рекомендовать им переходить по ссылкам, которые мы предлагаем. Используйте эти метрики на своем канале и вырабатывайте оптимальную стратегию взаимодействия со зрителями. А продолжение про аналитику будет в следующей части.